А вот на Буковине другая проблема. Там стали проверять дорожников. Точнее проверять, как они ремонтируют дороги. Традиционно нашли массу недочетов и нарушений, как оправдываются дорожных дел мастера. Расскажет Ольга Паломарюк. На ремонт этой улицы в райцентре Застав на Черновицкой области местные власти выделили почти 180 тысяч гривен. Подрядчик обязался отремонтировать, но делал все на скорую руку. Например, асфальт засыпали в необработанные ямы, а вместо специального катка использовались подручные средства. В результате полотно получилось неровным, да и снять его, как оказалось, можно с помощью обычной отвертки. Свежий асфальт отпадал целыми пластами. Подрядчик схалтурил, говорит мэр. Торожники оправдывается. Произошла ошибка. Вместо пяти тонн асфальта в Заставну привезли целых 23 и весь высыпали. Назад его никто не мог забрать, перегрузить и отвезти туда. Что хлопцы успели, то вырубили. Что не успели, когда асфальт начал ловиться уже коркой, оно не закатывалось просто. Почему рабочие не обратили внимания, что им привезли слишком много асфальта, вопрос остается без ответа. Но их вины руководство фирмы-подрядчика не увидело. И всю ответственность переложило на водителя грузовика, который перепутал населенные пункты. Его, говорят, уже оштрафовали. Чиновники же настаивают, покрытие нужно менять. А вот активисты в благие намерения ни подрядчика, ни чиновников не верят. Руслан Мельник в прошлом году столкнулся с похожей проблемой. В его родном селе так сделали дорогу, что асфальт не продержался и нескольких дней. Полотно точно так же снимали руками. После этого мужчина изучил технологию ремонта дорог. Подрядчик обязан вызывать специалистов технодзора, которые следят за качеством работ. Но большинство дорожников с ними просто договаривается. В заставну специалистов технодзора не приглашали. А значит, соблюдалась ли технология ремонта и как тратились деньги, сказать никто не может. В уходе деньги просто закатали в асфальт. И как долго он продержится даже после доработки, вопрос риторический. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Продолжение следует.